У них есть следующий мир на основании чего? Но они задают о своем поколении, а я спрашиваю про Билла Гейтса. Как вы думаете, у него есть следующий мир? Почему нам это важно? Да потому что, если честно, я сегодня, сравните с тем, что было год назад, очень незабочен вопросом. Понимаете, множество людей в этом мире о вечности вообще не думают. Вот мне случилось провести два часа в аэропорту Шереметьево несколько месяцев назад между Москвой и Петербургом. И невольно становишься свидетелем, ну все же говорят по телефону, а что делать? И вы знаете, общее впечатление, вот люди вообще не собираются умирать. У них столько всяких позитивных целей. Не дай бог неплохих, никто не говорил об убийствах, но они собираются купить это, переехать туда, сделать тут. Слушайте, и никто не собирается умирать вообще. Но понимаете, почему я говорю о смерти? Никто не думает о вечности. И я заметил, что уже весь последний год начинаю делить людей на тех, кто вообще-то задают вопросы о вечности и о следующем мире. Понимаете, ведь в этом смысле Уоррен Баффет мой конкурент. Вот я стараюсь Тору, я сейчас объясню, что я стараюсь и какова цена билетика. Но быть такого не может, что он прав. Почему не может быть? Потому что тогда я не прав. Тора не права тогда. Понимаете, что говорит Тора? Она говорит очень интересную вещь. Вот вы сделали что-то хорошее. Почему? А вам приятно делать хорошее. И при этом вообще не имели в виду Всевышнего. Так то, что вы сделали, это хорошо, несомненно. Но если здесь нет Всевышнего, так почему это хорошо? Еще раз вопрос, господа. Говорит господин Уоррен Баффет, что он в этом мире делает куда больше, чем китик. Это даже сравнить нельзя. Здесь сколько он денег тратит? На хорошие вещи. Чтобы детки лучше учились. Чтобы у папы и у мам были рабочие места и зарплаты. А мы с вами? Ничем? Так что получается, что он будет в следующем мире, а мы? Вопрос ясен? А теперь услышите ответ. Он немножко страшный ответ, господа. Понимаете, в этом мире каждый из нас с вами, он средство. Ну, например, вот я муж, я отец, я сын, я знакомый, я коллега. И еще множество разных вещей. Для вас я сейчас учитель. А когда я сижу у своего учителя, я ученик. И, короче, я выполняю кучу во всех этих своих ролях работодатель, работник, горен Баффет и множество других ролей. Я и вы средство. Понимаете, я средство для моих детей, для моей жены, для моих... Подождите, господа, но кроме того, что я средство, я же еще божественный человек. А вы знаете, что это значит? Что я цель. Давайте разберемся. Потому что вопрос как-то вот он... То есть, во-первых, откуда он возник, понятно? Мы встречаем по жизни человека, он добрее, понимаете? Он лучше нас. И там вообще не пахнет Торой. Да, но откуда он знает, где хорошо и где плохо? Это замечательный вопрос. Но Орен Баффет знает, ему уже почти 90 лет. И он... Так и в наших... Поймите, вы не поняли. Мы встречаем хорошего человека в моих, в наших, в еврейской системе ценностей. Понимаете? Он дает не на там борьбу с раком даже. Он дает на вещи несомненно хорошие. Создание рабочих мест. И чтобы детки получили лучше образование. И лучше... Конечно, можно возразить, что это все материальное. Но это не хорошее возражение. У меня лучшее есть возражение. Услышьте его. Все начинается с того, что в этом мире каждый человек имеет два значения. Первое – мы с вами средство. А второе, господа, понимаете, вот есть такое понятие – вера. Вера – синоним одиночества. Понимаете, вера не бывает публичной. Это твое совершенно интимное отношение со Всевышним. А если оно уже публичное, так это уже средство. Понимаете, кроме того, что мы с вами средства для других людей, хорошие средства. Я же не говорю плохие, не дай бог. Ну, не дай бог нам не быть хорошим мужем, хорошей мамой, да, хорошим братом. Не дай бог. Но, понимаете, что подразумевает божественность? Что кроме того, что мы с вами средства, мы с вами еще и цель. Понимаете, весь мир, так утверждает еврейская традиция, создан для одного меня. Я цель, я не средство. Мало того, пример. Представьте себе, некий дяденька, можно тетенька, дает 5 долларов нищему. Ну, так, чтобы скромно. 5 долларов. Господа, вы понимаете, что Всевышний еще в праздник Роша-Шана посчитал все доходы, все... Теперь эти 5 долларов могут вылететь из кармана. И ветром, вы знаете, куча-куча историй в Талмуде полно таких, и хасидских историй. Как их ветром принесет к этому нищему. Но я хочу сказать еще более страшную вещь. Представьте себе человека, который доит корову всю жизнь. И дает молоко людям. Вы со мной? Понимаете, так его жизнь можно оценить литрами выдаянного молока? Маленький пример. Прямо из Торы. Ноах. Тот самый, который из ковчега Ноаха. Помните? Почти целый год в ковчеге чем занимается? Следил за зверистами. Помните, еще его тигр укусил. В общем, извините, выносил из-под этих животных... Там целый этаж был для... Я к чему? Говорят мудрецы. Сказано в Торе, что остался Ах, Ноах. Вот был потоп, и остался только Ноах. Что только? Это значит уменьшение. Что уменьшение? Один человек на весь... Господа, понимаете, ну нечеловеческое это дело, извините, дерьмо из-под животных выносить. Нет, ну необходимо, вы что? Он сохранил для нас весь мир, весь животный мир. Господа, но вы же понимаете, что кроме того, что человек он средство, он же еще немножко цель, а? И вот здесь мы уже подходим к ответу господину Уорру Баффету. И мы капельку начинаем приближаться к идее вечности. Повторим. Господа, если человек всю свою жизнь доит корову и поит молоком, замечательно важная вещь. Детей, взрослых. Ну, согласитесь, хорошо, правда? А что нехорошо? Ну, что нехорошо? Ответ. Так может, автодоилку поставим? Понимаете, если мы рассматриваем человека как средство для того, чтобы другие люди жили, слава Богу, хорошо, то с точки зрения целетворения это ужасно. Понимаете? Ну, нечеловеческое это дело ухаживать за животными. Ну, не животные цель, человек цель. Повторим. Я что-то говорю вещи, но вы же меня знаете. Я обычные вещи не говорю, я приезжаю к вам раз в год. Если я буду еще рассказывать обычные вещи, то будет совсем жалко. Давайте повторим. Господа, понимаете, вы встречаете по жизни человека значительнее вас. Лучше. И никакой Торы. И у вас возникает вопрос. И простите, и чего стоит тогда Тора? Так вот, ответ он страшный. Какой страшный. Понимаете, господа, человек в этой жизни, он не средство. Он вообще-то цель. И потому меня вот так вот ужасно задевает и просто сердце болит. Понимаете? Такое впечатление, что люди собираются жить как минимум тысячу лет еще. И никто не беспокоится о вечности. Ну, вы с собой. Вот я вот говорю, а как вы? Вы видите часто людей, которые беспокоятся о вечности. Я сразу поясню. Талмуд приводит пример. Жил да был. Раби Иошуа Беллеви. Он был как раз на границе между Танаим и Амураим. Непринципиально. Около 200-го года христианская. Суть не в этом. А суть в чем? Этот человек был один из 10-ти людей, кому здесь на земле не пришлось пережить шок смерти. Вот вообще не нужно было умирать. Не то, что умер с поцелуем. Он вообще не нужен был. Понимаете? У него при жизни тело было как душа. Им не нужно было расставаться в конце жизненного пути. Всего таких 10 человек есть. За всю историю прогрессивную. Но я не об этом. Раби Иошуа Беллеви однажды. Ну, уровень у него такой был. У нас нет. Но дело не в уровне. Он встречает, знаете кого? Илью Пророка. Элия Уанави. Слыхали? Я не знаю, о чем бы вы поинтересовались. Но его первый вопрос был, знаете какой? А у меня, говорит, есть место в вечности? Вы слышите? Это человек, который вообще не должен был в конечном... То есть, он... Да само то, что он видит... Вы часто встречаетесь с Илья Пророком? И я тоже. Подождите. Но если он беспокоится, то что надо про меня сказать? А почему я не беспокоюсь? Господа, давайте начнем тогда с самого начала. Понимаете? По-моему, вопрос интересный, нет? Все-таки вечность, а? Так мы там будем или нет? Потому что или Орун Баффет там будет, или я. И этот вопрос очень странный. Почему не можем быть там вместе? Почему взаимно исключающие? Так я и говорю, почему не можем там быть вместе? Уже объясняю. Потому что я пользуюсь рецептами Торы, а он Тору отрицает. Не в смысле, что он против. Он вообще не... И он пользуется разумом. И говорит, я стараюсь приносить людям пользу. И потому что я стараюсь приносить людям... Господа, а я не стараюсь приносить людям пользу. Я стараюсь слушаться Всевышнего. И потому, может быть... Хороший вопрос. Через 120 лет увидим. И потому стараюсь приносить людям пользу. И какая разница? Сейчас увидим. Только понемножку, господа. Я начну с ужастика. Вообще-то я ужастики дико не люблю. Понимаете? Но иногда надо испугаться, чтобы сдвинуться с места. Ужастик следующий. Как и всегда, это вот реминсценция из далеких детских лет. У меня в детстве была абсолютная память. Я почитал кучу книжек и все запомнил. И понемножку что-то всплывает. Короче, несколько лет назад я вдруг вспоминаю повесть фантастическую. Кстати, достаточно неинтересную, но начало заслуживает внимания. Потому автор, даже не скажу, не нужно ее читать. Но начало было следующим. Слушайте внимательно. Где-то там в будущем ужасно развитое технологическое общество. Медицина вообще способна на пересадку любых органов. Хотите роговицу, можно пересадить роговицу. Хотите палец, можно палец. Хотите позвоночник. Ну, медицина развита. Понимаете? Теперь, что общество, тоталитарнейшее общество делает в качестве нижней? Все поддерживающей в пирамиде ступеньки. Что? Ну, во времена господина Гитлера евреи были в самом низу. Судьбой евреи пугали цыган. Я в книжке немножко говорю об этом. Что еще? В этом обществе, знаете, что я сделаю в качестве самой нижней? Вот для деклассированных элементов банкорганов. Банкорганов. Понимаете? То есть нормальные живые люди, хорошо питаются, свежий воздух, в какой-то момент их вызывают в амбулаторию, и они возвращаются без руки, без глаза, без носа, без ноги. Ну, что нужно? Тем, кто служит обществу. Пока понятно? Сегодня это уже никого не шокирует, но тогда, когда я читал это лет 30 назад, было интересно, ново и свежо. Я к чему? Главный герой повести обнаруживает вещь невероятную. Знаешь, что он обнаруживает? Что в банке органов люди тоже живут. То есть как? Понимаете? Ревность, зависть, любовь, все. Понимаете? Его могут вызвать, и он уже не вернется завтра. Но они продолжают как-то вот жить. Представляете, даже в этих условиях. Вас не удивляет? А вот главный герой, потому главный герой повести, начинает думать, потому что, ребята, так не бывает. Нельзя жить в банке органов. И я это могу логически обосновать. Вот, да, планета смерти Освенца, да, 1944 год. Там Равин был, он пережил, и его после уже войны, его называли Равином Освенца. Никаким он не был Равином Освенца, вот просто равмайзлишь. И с ним приключается история. 1944 год, даже не помню, ближе к концу, в середине, не суть важна. Короче, еврейские капо. Вот в книжке я этих вещей вообще не трогаю. Потому что, ну, книжка была, вся идея книжки о катастрофе была, ребята, еврейцы, давайте жить дружно. Потому что нас, понимаете, то, что если нас перестает соединять кровь, что течет в жилах, это Юлиан Тувим сказал. Папа у него еврей, мама, он сам был не еврей. А потом в 43-м году вспомнил, что он тоже еврей. Как вспомнил. Потому, говорит, если нас не соединяет вот эта кровь, что течет в жилах, то нас, не дай бог, начинает соединять та, что течет из. Так что я хочу сказать, что там еврейские капо. Я не хочу об этих подмонках даже говорить. Я о них книжки вообще ничего не писал. Так что, взяли 400 еврейских подростков и уже должны отдать их эсэсовцам на предмет газовой камеры. Пока все понятно. И к Раву Майзлишу реальная совершенно история. Подходит еврей, весь в слезах, соплях. Ну, можете представить, у него сын остался последний. Уже убили всех. Жену, родители, всех детей. Вот остался сын. И у него кольцо с бриллиантом. А у этих подонков, не только у них, у всех подонков, а там все были подонки. Ну, я имею в виду вот из администрации, да. Можно было купить кольцо с бриллиантом, значит, он мог купить ребенка обратно. Только что 400 детей, понятно? 399 осталось. Они схватят еще другого ребенка, тоже еврейского. Вопрос к Раву Майзлишу. А можно выкупать в такой ситуации? В реальности дело происходило следующим образом. Раву Майзлиш просто заплакал от бессилия. Сказал, что я могу? У меня нет литературы, я один. Мне несколько... Да вы что? Да как я могу такой вопрос решать? Короче, ребенок погиб. Ильей был богобоязненный, побоялся. Единственный ребенок, который погиб. Ну, я поднял на ноги весь наш колледж. Было лет 25 назад. Все наши раввины, включая меня, копались, копались. Знаете, почему мы докопались? Можно было выкупать. Знаете почему? Потому что на планете смерти нет жизни. Все узники Освенцева считаются как мертвые. Им разрешаются вещи, которые нам с вами никогда не разрешены. Мы не можем рисковать своей жизнью. А они могут. Могут, могут, господа. Потому что это место для умерщвлений. И вот там можно рисковать своей жизнью. Там в определенных условиях можно окончать жизнь самоубийством. Я сейчас не хочу развивать эту тему. Что мне важно? Понимаете, главный герой повести, оказавшись в банке органов, что обнаруживает? Что люди в нем, в этом банке... Это же банк органов. Ну, понимаете, его вызывают в амбулаторию. И, к его счастью, на первый раз берут донорскую норму. 450 миллилитров крови. Нет, это было дико страшно. Он прекрасно понимал. Вы знаете, чего не было? Ужаса не было. А ведь должен был быть ужас, нет? И он смотрит вокруг, и он не понимает, как это может быть. Но когда у него появился вопрос, в принципе, ответ достаточно понятен. Вы поняли, что там было? Наркотики давали. И люди были немножко расслабленные такие. И главный герой понимает, господа, я о чем? Вообще-то, место, где мы находимся, вы, наверное, уже заметили, вряд ли иначе пришли бы сюда, на санаторий не очень похоже. Ну, отчасти, быть может, для кого-то иногда, кое-где у нас порой. Но, в принципе, я о чем? И никто не беспокоится о вечности. Спасибо. Ну, господа, ну, вдумайтесь, ну, где логика? Я не понимаю. Вот представьте себе картинка. Песочница. Песочница. Так? Семь миллиардов деток. Все в белых панамках. И возраст от двух до трех лет. При этом, кто во что гораз, кто-то что-то такое вот строит, а кто-то что-то... Но все из песка. Но все временное. Никто ничего не хочет возразить, а? Все правильно. Господа, и как-то никто не беспокоится о вечности. Все время. Вы слышите? Понимаете, в чем проблема? Мы такие расслабленные с вами. Главный герой, понимая, что дают наркотики, да, просто перестает пользоваться. На третий день пьет только из ручейка. И на третий день совершает побег через единственное возможное место, а именно куда выкидывают остатки. Чего уже там не нужно было? Вырезали все, что нужно, остальное выкинули. Я к чему? Понимаете, нам побег нам совершить. Куда? Цена билетиков в следующий мир. Так называется наш урок. Так кто прав? Уоррен Баффет или еврейская традиция? И понимаете, что я возражаю господину Баффету? Его добро дорогого не стоит. Понимаете? Простите, а чьи деньги он распределяет по хорошим местам? Господи, неужели вы думаете, что хоть копейка, она ваша? Неужели вы вообще наивно полагаете, что это вы? Нет, слава Богу. Через нас делается что-то хорошее. Так и слава Богу, что неплохое. Но, господа, средство, оно и есть средство. А мы же божественные люди. Ну, неужели ног был создан для того, чтобы ухаживать за животными, господа? Ну, неужели, если вы будете всю жизнь доить корову и давать людям? Понимаете? Ничего себе, все людям. Правда, есть и другая интонация. Ничего себе, все людям. Ну, я о них вообще не говорю. Я говорю о хороших, да? А ворони, вот хорошие же. По моим критериям хорошие, не по его. Ну, только Торы там нету. Или по-другому Всевышнего нету. И понимаете, что я говорю? И чего стоит вся его доброта? Я говорю вообще жесткую вещь. Вы слышите, господа? Все, что касается средства, вещь замечательная. Но это же средство для цели. Весь смысл средства. В цели. А какая, простите, цель? Цель достигнута и уже хорошо. Кем достигнута и в чем заключается? С дженуахом. Он сохранил. Его функция была в этом? Вытаскивать дерьмо из-под животных? А куда деваться? Я же не говорю, куда деваться. Нет варианта. Его функция была создать новый мир. Новое. И вот об этом. Но пришлось ради... Но не путайте средства и цель. И вот цель не была вытаскивать дерьмо из-под животных. Для того, чтобы достигнуть этой... Несомненно. Вопрос, сколько стоит средство? Отвечает мой учитель. Ровно столько, сколько стоит цель. Но я же не об этом. Я говорю о чем? Что кроме того, что мы с вами средство. Мы же средство. Но подождите. Мы коллеги по работе. Мы выполняем здесь какие-то вещи. Кроме нашей общественной функции. Есть еще я. Мой горячо любимый я. Мною горячо. Понимаете? Я же еще и цель. Я же еще и божественный. И что? И тогда оказывается удивительная вещь, господа. Спасибо. А в чем? Понимаете, господа? Если весь мир создан для меня. Если я цель. То я не только средство. Нет. То, что я средство, нет вопросов. Но я же еще и цель. Еще раз. Мы сейчас задались вопросиком. На секундочку. Сколько стоит входной билетик в следующий мир? Вечность. И в двух словах давайте вспомним. А что такое вечность? И почему с Орубом Баффетом мы там не встретимся? Если он не поменяет жизненную позицию. Ну, тут у него есть выбор. Но если он останется на уровне средства. Понимаете, через средства нельзя попасть в следующий мир. Через цель. Понимаете, вот если цель, ради которой меня создана, будет достигнута, вот тогда есть о чем говорить. Но средства. Понимаете, для чего мы средства? Ответ для цели. А значит, какое же это средство? И если средство превращается в цель, так цели нету. То есть, если человек даит корову всю свою жизнь и молоко отдает людям, то знаете, сколько стоит его жизнь? Энное количество литров молока. Ну, господа, так можно было автодоилку поставить. С тем же успехом. Повторяю. Если вы даете 5 долларов нищему, говорит Раф Моше Бен Маймон. Больше, чем богатый дает бедному, бедный дает богатому. Как это понять? Ну, включайтесь, господа. У вас может сделать добро? Митва. Уподобиться Всевышнему. Понимаете, суть не в том, что мы даем, а в том, что мы капельку на него становимся похожими. Понимаете, чего хочет Всевышний и чего говорит еврейская традиция? Еврейская традиция говорит, что мы с вами живем здесь на земле. Для чего? И я снова хочу вспомнить страшную трагедию, господа. Помните мой способ изложения? Вспомните анекдот, вспомните идею. Ассоциативный метод изложения. Анекдот коротенький. Абрамович встречает Рабиновича и спрашивает, ну, как дела? И слышит ответ, говорит, не поверишь, преотвратно. Говорит, а ты не приукрашиваешь? Смысл. Господа, Михаил Афалович Булгаков, классик. Как-то сказал устами своего героя Воланда, что проблема не в том, что человек смертен, а в том, что он подчас смертен внезапно. Господа, все гораздо хуже, понимаете? Ну, господа, как это проблема в том, что мы... Господа, понимаете, я же не буду спрашивать, где ваши 20 лет. Про 17 вообще молчу. Я буду спрашивать вас о чем? Господа, а где ваше прошлое? Понимаете, расставание, маленькая смерть. Мы же все время умираем. Медленно, минуты уплывают в... У меня вопрос, кто это придумал, такую жизнь? Тока, 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 понимаете? Тока вошел во вкус, понимаете? Тока, тока, тока. И дан приказ ему на захид. Понимаете? И все, что нажито непосильным трудом. И как мы всегда с вами учим. И кому она нужна, такая жизнь? Еще раз, господа, понимаете, что поражает более всего? Люди спокойно живут, и никого не беспокоит вечность. Ну, это же сумасшествие. А ты говорят, не-не-не, это наркотики. Понимаете? Расслабленность. А те, которые расслабленные, те не совершат побег из этого ограниченного. Для чего Всевышний придумал все миры? Чего он хочет? Чего ему не имется, Всевышнему? Ну, с нашей точки зрения. С его я не знаю. Но у нас есть четкая точка зрения, называется еврейская традиция. Ну, чего он хочет? Понимаете, ответ, что он хочет дать, не катит. Почему? Ну, хочет дать, пусть дал бы. Ответ, он хочет дать с выбором. Понимаете? Он не хочет навязываться, и потому дает, и мы можем, что называется, не. Понимаете, оказывается, есть не вечность. И оказывается, весь этот мир построен для того, чтобы мы выбрали жизнь. Чтобы мы выбрали то, что Всевышний хочет дать. Но есть и вариант Баффета. А что, мы сами с усами. Понимаете? А нафиг нам Бог? Вот я, простой, несоветский миллиардер, да? Уоррен Баффет. И я помогаю людям, и я делаю места рабочие. Какие претензии, господа? Кто-то чем-то недоволен, простите. А что еще? Давайте перейдем на язык религиозных евреев. Религиозных, конечно, в кавычках. Потому что делить евреев, это не наше дело. Это Гитлер делал. Помните, селекция была еще. А мы делить не будем. Но, тем не менее. Понимаете, наши, слава Богу, религиозные евреи ходят в синагогу, слава Богу. Почему нет? Уже объясняю. Понимаете, господа, они, наши евреи, включая меня, стараются делать митцвод. И что в этом плохого? Ответ ничего. Но у меня есть страшный вопрос. А что в этом хорошего? Я уже объясню. Я уже объясню смысл вопроса. Господа, я же не приезжаю рассказывать вам банальные вещи, поверьте мне. Оно мне надо тащиться через океан, чтобы рассказать вам то, что вы можете услышать местных раввинов. Что значит, что в этом хорошего? Уже объясняю. Сказано в Талмуде, что цена входного билетика в следующий мир нужно одну митцву сделать ли-шма. Что такое ли-шма? Уже объясняю. Понимаете, господа, есть на еврите удивительно красивые слова. Сейчас мы их с вами выучим. Вообще, претензии евреев, понимаете, почему я сейчас стою перед вами? И в чем идея того, что я приехал? Если бы сейчас перед вами стоял йог приличного уровня, да, или лама приличного уровня, то он бы рассказал вам вещи, быть может, не менее, а даже более интересные. Это надо понимать. Но, понимаете, все религии, все религии субъективны. Что значит субъективны? Опираются на какие-то духовные практики. Вы чего-то чувствуете. Вы чего-то, ну и что? Ну, чувствуете. Понимаете? Сначала едите вы, а потом трупные червяки едят. Ну, и какой в этом смысл? Оживил ребенка. Понимаете? Всевышний его умертвил, а он его оживил. И при всем уважении к Большеву, простите, надо же, понятно, да? И тогда голос с неба, говорит хасидизм, объявляет, Большемтов лишается вечности, лишается своего места в следующем мире. Мы не будем кричать «Ура, товарищи!», потому что обидно. Реакция Большемтова, он пускается в пляс и пританцовывая, напевает «Ура!», говорит он, «Теперь никто и никогда не заподозри, что я делаю митцвод ради следующего мира». Ну, и дальше хэппи-энд, но это уже не обязательно. Голос с неба говорит, понятно. Господа, мы не Большемтовы, вы слышите? Я хочу вечность, но если я ее хочу, то я беру митцву и тащу ее себе, и я упускаю возможность. Понимаете, почему на иврите заквашиваться и упускать, господа, я говорю сейчас немножко тонкие вещи, есть что непонятно, вы задайте вопрос, не стесняйтесь. Вот в Бруклине, так, эй, а я к чему веду? То есть в Бруклине, слава богу, они не стеснялись, там такие евреи, слава богу, сегодня попались. Вы тоже не стесняйтесь. Как я могу измерить? Вот он делал митцву, он оживил человека, он додумал о хорошем. И Ворон Баффет думает о хорошем? И какая разница? Ворон Баффет евреи или гой? Гой-гой. Ну а почему имеет? Потому что он без Торы, а мы с Торой. И у нас должна быть разница. Семь митцвод новых – это Тора. Он не признает Всевышнего, вы не поняли. Он не потому делает хорошо, он делает хорошо, потому что считает, что нужно делать хорошо. Он так считает. Это его мнение. Это не окей, потому что если человек дает нищему 5 долларов не потому, что Всевышний приказал, что люди должны помогать, а потому что ему приятно дать, он полагает нужным дать. Это не митцва, вы не поняли. И мы сейчас с вами как раз обсуждаем, господа, что такое митцва. И почему, если человек делает хорошо, без митцвы и без Всевышнего, то это ничего не стоит. Понимаете, что я хочу сказать? Что если бы Ворон Баффет не создавал эти места, так он их и не создавал, их Всевышний сделал. Ну при чем здесь Ворон Баффет? Нет, слава богу, их сделали через него. Понимаете? Вы что думаете, что Гитлер убивал евреев? Да Всевышний же убивал евреев. Несомненно, через Гитлер это не оправдание, а для Гитлера вообще не об этом идет речь. И тогда возникает вопрос, а что я здесь делаю? Я же не только средство, понимаете, Всевышний хочет дать людям денег. Прекрасно, он делает меня миллиардами. Но это через меня. А я? А я, 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 я. Где я цель? И вот здесь как раз и появляется слово вечность. Понимаете, для чего меня сделали отцом, сыном, братом, коллегой, чем угодно? Для чего средство? Ответ для цели. А цель какая? Ответ прилипленность к Всевышнему. Вечность. Понимаете, что такое митсва? Мы делаем митсву, понимаете, мы раздвигаем вообще рамки, мы прилипляемся к божественному. Говорит Медраж. Всякий раз, когда еврей делает митсву, что делает Всевышний? Напротив него делает митсву. Что хочет сказать Медраж? Что мудрецы хотят сказать? Господа, понимаете, когда связь? Это когда мы с одной стороны, а Всевышний с другой стороны. А когда только с одной стороны, так ничего не будет. Только как это сделать, чтобы мы с одной, а он... И приходят мудрецы и говорят, все очень просто, господа. И получается сейчас заколдованный круг, совершенно верно. Сейчас, сейчас, я же к нему и веду. Понимаете, у нас глава прекрасная, но желания давят на психику. У нас интересы. И понимаете, любая митсва, я сразу вижу собственный интерес. Хочу в следующий мир. Но если я хочу в следующий мир, так я туда не попаду. Потому что я тяну митсву сюда, внутрь времени, и она квасится, я ее упускаю. Господа, я повторяю в третий раз, я уже скоро сам пойму. Вы как? Ну, ну, правда. Как, вы еще не поняли? Получается, значит, делаешь митсву только потому, что тебе так хочется. Это уже не митсва. Значит, преодоление себя и совершение какого-то благородного дела, потому что так хотел бы Бог, только тогда это митсва? Только тогда это митсва ради него, а не ради интереса. То есть преодоление через себя. Так, только не взбегайте вперед. Секунду. Step by step, как говорят у вас в Америке. Понемножку. Еще раз. Во-первых, давайте обнаружим ситуация непростая, господа. Понимаете, можно прожить всю жизнь, оказывается, и ни разу не сделать митсвы как следует. Почему? Ну, например, хотя бы потому, что вы полагаете, что вы уважаемый член еврейской общины, и у вас все хорошо. Понимаете, а когда у вас все хорошо, то, оказывается, это нехорошо. То есть это оказывается, что вы успокоены, вы не беспокоитесь о будущем мире, вы верите во вчерашнего Бога, а он не свежий. Простите, а как? По-другому. Объясняю. Понимаете, есть две крайности. Крайность номер один. Я с чувством, с толком, с расстановкой даю пример. Был такой раби из Коцкой, мы его уже цитировали. И у него были хасиды на всю голову, коцкиры. В частности, эти хасиды домой приезжали по большим праздникам, а их детей кормили и растили их жены, несчастные женщины. И было часто разгневанные, ну, шожоны, папы их приезжали и пытались этих затеев вытащить. Но мы рассматриваем хорошую ситуацию. Тесть был Агвир. Гвир богач. Ну, по тем временам, не дай бог, не сегодняшний. А богач. Что такое богач? У него была белая скатерть на шаббат, у него курица была на шаббат, у него рыба была. Ну, богач. Короче. На одну из редких побывок приезжает тесть, зять Коцкер, хасид Раби из Коцка. И сцена следующая. За столом, естественно, субботним, трапеза. И берет тесть пульку, куриную ножку, и с чувством, с толком, с расстановкой говорит «Лихвот шабес койдыш». А! Не успевает цепиться в нее зубами. И слышит, как ему прямо под руку подлый зять. Знаете, что говорит? «Лихвот кишкес». У него прямо все опустилось, рука, он уже, фиг, говорит, некрасиво. Да, говорит, но правда. И понимаете, о чем мы? И я уже готов объяснить, о чем мы. Говорят мудрецы, это комментарий Равеля Аудеслера, то, что вы сейчас услышите. Странную фразу. Велика, более велико нарушение Торы ради Всевышнего, чем митцва для себя. Такая фраза странная. Давайте разберемся. Как это нарушить Тору ради него? Ну, например, давайте нарушим шаббат и спасем жизнь. Ответ. Так это соблюдем Тору? Это закон Тора нарушать? Как можно нарушить Тору ради ответ? Господа, вы не поверите. Единственный способ нарушить Тору ради Всевышнего, знаете какой? Соблюсти ее ради себя. Вот всякий раз, когда мы соблюдаем Тору ради себя, это по сути нарушение. Но, господа, поймите, они же оба правы. То есть, во-первых, прав взять. Мы едим, и не рассказывайте мне, я вам все равно не поверю, мы едим ради кишок. Не надо мне рассказывать, что мы едим ради Всевышнего. Это уровень абсолютных праведников. Это у нас... О, подождите. Но прежде чем вцепиться зубами, вы слышите, он же сказал, лихвот шаббискойдыш, он на телать ядайм делал, он кидуш говорил, он же не вцепился в эту курицу. Так он же хотел как лучше ради Всевышнего, правильно? Нет, у него не получилось. Митцва заквасилась, я же не спорю. Но он же имел в виду Всевышнего, господа. Мы же все имеем его в виду. Понимаете? И вопрос, имеет ли он нас в виду. Но это я шучу. А что серьезно? Понимаете, мы оказались между двух крайностей. Если мы пытаемся вдумчиво сделать митцву, так тут же примешивается эгоизм, и митцва тянется внутрь этого мира, внутрь времени, и мы упускаем возможность. А в чем проблема? А что если мы делаем митцву бездумно, так она вообще не наша? И куда податься бедному еврею, понимаете? Мы же говорим не только про митцву, господа, потому что сейчас ситуация в мире, это просто ахнуть. У нас просто аховая ситуация. Сами посмотрите, какие у нас в этом мире варианты. Вариант первый придумал Рэй Брэдбери. Еврей, кстати, был, представляете? Недавно умер. Так вот он придумал активная протоплазма. Жующая, размножающаяся. Это идеальный человек Запада. Уоррен Баффет. Очень активная протоплазма. Представляете? И хорошая. Хорошая протоплазма. Но где здесь Всевышний? Сытость здесь есть. И желание, чтобы все были сытыми. Потому что, если честно, если сидит тот и голодными глазами на меня смотрит, то мне кусок уже не так вкусно. И потому нормальное западное общество хочет всех насытить, чтобы все были сытыми, никто ни с кем не дрался и не мешал сытости. Альтернатива. Вы понимаете, что в этом мире сейчас ровно две силы? Первое, Запад или сытость. Господа, год тому назад в Нью-Йорке рассказывал мне наш ученик. Молодой китаец, прямо из Китайской Народной Республики. И наш еврей тут же к нему с вопросом. Слушай, говорит, а во что ты веришь? А тот ему на чисто украинскую имову. Знаете, что отвечает? Гроши и харчи хорошие. Это китаец. Понимаете? А задача понятна, зачем он сюда приехал. Был бы буддистом, сидел бы там. В Америку никто не приезжает, понимаете, за идеалами. Сюда приезжают за картошкой. Ну или за огурцами. За капустой. Капустой, колбасой. Ради бога, я не об этом. А альтернатива сытости, вы знаете, какая? Какая сегодня есть в мире идея, кроме сытости? И ответ, он страшный, господа. Вакхабизм. А вы знаете, еще хоть одну идею, где человек готов, извините, животом лечь. Амбразуру взорвать себя. И понимаете, куда податься бедному еврею? С этой стороны идеалисты, самые мерзейшие существа на земле. А с другой стороны, ежели у нас идеалов нету, господа, так мы вообще протоплазма. И куда податься бедному еврею? Вопрос ясен. А? Не, господа. Если бы все было так просто, я бы сюда не приехал. Слава богу, здесь есть свои раввины, есть синагога. И что я объясняю? Понимаете, господа, я пытаюсь сказать совершенно неординарную вещь. Что исполнения законов Торы со всем нашим желанием не хватит. Господа, не хватит для вечности. Простите, а как? Так, а что же еще? Уже объясняю. Снова, все, что вы сейчас слышите, укладывается вот в эту фразу мудрецов. Более значимо нарушение ради Всевышнего Торы, чем ее исполнение ради себя. Но мы сказали, что за эквил, понимаете, то ж детственно. Это же одно и то же. Всякий раз, когда мы делаем митцву в рамках эгоизма, мы не митцву делаем, мы труп делаем митцву. А что делать с трупом? Да так оживлять. Оживление из мертвых, это как раз про это. Это не как вы думаете. Это не молекулы с атомами. Понимаете, это когда мы одну митцву делаем как следует, мы оживляем все. Выводы. Но как это сделать? Повторим, с чего мы начали. Есть средства, есть цель. И что я пытаюсь сказать? Что все, что Всевышний говорит нам делать, для чего все эти средства? Чтобы дать нам вечность, чтобы дать нам себя. В чем проблема? Говорят мудрецы. Более велико нарушение ради Всевышнего. Но это же одно и то же. Так почему более велико? Это уже раби Менделла и Скотска. Как он сказал? Ближе мне мерзавец, ощущающий себя мерзавцем, чем праведник, который чувствует себя праведником. Вы слышите? Понимаете, что я хочу вам сказать? Что всякий раз, когда мы делаем митцву, слава Богу, надо говорить, слава Богу, что через нас идет хорошее, а не плохое. Но, господа, дорогого это еще не стоит. Потому что у нас, к сожалению, мозги замечательные, но такие запутанные. Там столько интересов. Ну, так а что делать? Что? Человек эгоистичен. Правильно. Ну, и что с этим делать? А как выходить? О, а как выходить? Понимаете, Всевышний дает митцву. Я уже еще раз... Сказано в Талмуде. И сказал Всевышний, откройте мне, для меня отверстие, вот как от иглы, вот от иглы маленькой-маленькой, да? А я вам все миры. Ну, это то же самое, что мы сказали, одну митцву. Знаешь, что приходит Рабия Искотская и говорит? Да, говорит, отверстие мы сипуси-пуси-пуси-пуси-пуси, но от иглы, так оно болезненное. Нет, оно очень маленькое, но оно болезненное. Понимаете, что мы должны пытаться делать? Надо пытаться еще душу вкладывать. Митцвот, это вот потрясающе, это замечательно, хорошо. А еще туда душу, капельку. И я объясняю уже. Понимаете, есть две крайности. И они же в этом мире у нас крайности, понимаете? Есть духовность, но такая духовность, господа, нет никого более страшного на земле, чем идеалисты. Понимаете, они за идею родную маму уложат. И даже дважды не подумают. Это двуногие придатки идей. Это Адольф Айхман, господа, которого за две недели до повешения, 1962 год уже был. Государство Израиль. Ну? Его спросили, как ты сейчас относишься? На его суде полтора года, пять инфарктов было. Не дай бог, у него здоровье ОО было. Но евреи, возвращаясь туда, просто получали инфаркты. Вспоминая, что им, ну, знаешь, что он сказал? Ты, говорит, меня не поймешь. Сказал он тому, кто задал вопрос. Ты не идеалист. Единственное, о чем я жалею, нам не удалось завершить то, что мы так успешно начали. О, идеалист. Кремень. Помните, гвозди бы делать из этих людей. Идеалист. Господа, более страшных существ на земле даже не ищите. Это вакхабизм, господа. Ну, других идей сегодня нету. Нацизма нету, ленинизма, ничего нету. Что осталось? Вакхабизм. Вот за это люди взрывают себя, господа. И нам туда не надо. А с этой стороны что? Ой, такая расслабуха, господа. Вы в Лос-Анджелесе. Вот я буду сейчас, полечу. Ой, там бассейн, господа. Вилла, а рядом бассейн. Зимой 17 градусов. Вы слышали такое? Летом 21 градус. Залезаешь в бассейн. Ну, что я вам должен рассказывать? Я к чему? Сытость, понимаете? С одной стороны. Активная протоплазма. И идеализм вдруг... А куда податься бедному еврею, понимаете? И ответ дарит нам бильярд. Там, самым высокого уровня игрокам, доступен этот удар. Называется от двух бортов в середину. Невероятно сложный удар. Понимаете? От двух бортов и загнать в середину. Невероятный удар. Мастерам доступен. Понимаете, в чем идея? Мы каждое утро... Я сейчас говорю про идеал. Просыпаясь, должны понять, что то, что мы проснулись, значит, что Бог в нас верит. И нам дают шанс. Я по-другому это всегда рассказываю. Встречаются два молодожена. Ну, вы же знаете, что молодожены... Ну, говорит один. Говорит, не поверишь. Говорит, не жена досталась. Ангел. Да, говорит, а моя еще жива. Господа, вы понимаете? Вы понимаете, что мы с вами не ангелы? Вы это понимаете уже, да? И что то, что мы с вами живые, означает, что у нас еще нет места в следующем мире. Господа, надо бы подсуетиться как бы. А мы что-то так расслабились, расслабились. Потом война скоро. Господа, вы знаете, что господин Бенемин Этениал в феврале месяца этого года сказал, что в течение года, он премьер-министр, он знает, что он говорит, и он отвечает за свои слова. Он просто так не говорит на Этениал. Я не говорю, что он хороший человек, я просто говорю, что он отвечает за свои слова. Так он сказал, что в течение года, он сказал это в феврале, Израилю предстоят принять решения, которые решат его судьбу. Понимаете? А судьба-то мне пить или не пить, понимаете? Потому что пить или не пить для выходца в СССР, это вообще не вопрос. С кем воевать? Вопрос, что пить? Что значит, с кем воевать? С кем воевать найдется? Что вы переживаете? Есть Сирия, есть, извините, Ливан, 100 тысяч ракет... Иран! А у Хизбаллы 100 тысяч ракет. Что вы переживаете? Не с кем воевать. Это же не шуточки, господа, ну поймите. О чем мы? Может быть, он имел в виду уступки палестинцев? Он не обязательно говорил про войну. Он говорил о судьбе Израиля. Правильно. Уступки палестинцев, это не судьбе. Он мог, мог, это можно двояро понимать. Господа, да зачем нам все это понимать? Вы посмотрите, что творится вообще. Господа, я хочу объяснить. Вы знаете, что такое 100 тысяч ракет у Хизбаллы? Вы вообще понимаете, о чем речь идет? Мы понимаем, мы следим за новостями, но то, что я сказал, это не означает, что в течение года начнется война. Хорошо, полтора года вам уже легче стало? У меня старый-старый советский анекдот. Говорит, ну врачебный, извините за жестокость. Говорит, вот больной перед смертью пропотел? Он говорит, вот это очень важно. Вы что, смеетесь, что ли? Так полтора года, так два года. Я пытаюсь сказать совершенно, понимаете, я совершенно не согласен с классиком русской литературы Александр Савельевич Пушкин. Помните? Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Господа, дай Бог, чтобы я ошибался. Дай Бог, что я. Но, понимаете, уж очень похоже. Уж очень похоже. Не похоже, что минует нас чаша сия. К чему мы подошли. Понимаете, господа, наш ответ у Оруну Баффету. Господа, естественное добро, все, что касается средства, недостаточно. Цель нужна. А цель, она Всевышний. А цель, она Вечность. А цель, она Прирепленность. И еще вот это еврейское слово удивительное. Хамец означает не просто заквашенное. Квашеное. Понимаете? Это когда мука с водой и время. Упустили. Понимаете? Упустили. А в чем наша трагедия? В том, что мы делаем трупы Митцвод. Их надо оживлять. И нужно один раз. Так где взять? И ответ чрезвычайно прост, господа. Понимаете, что делает Тора с нами? Ответ. В идеале Тора, Тора, которую мы учим, должна делать Бога сегодняшним. Я рассказываю историю, мы уже делаем перерыв. История следующая. Это последний крупнейший из вавилонских гаонов. Его звали Рафсаадия. 960 год, уже Багдад, уже даже не Вавилон. Ну, однажды он был замечен своими учениками за вовсе необычным времяпровождением. Он что-то, ну, это называется Гильгулей-Шелик, Кабалей, непринципиально. Варшал что-то исправлял. И пришли ученики и сказали, Рэбе, вы должны исправлять. Он сказал, понимаете, говорит, я сегодня утром говорил о величии Всевышнего в молитве. И я словил себя на том, что я еще вчера, когда говорил об этом, я потом Тору учил, и я понял, что я недооценивал. Понимаете, он учил Тору, и за этот день он еще выучил, и Всевышний стал еще больше в его глазах. Мы не Рафсаадия Гаон. Нет, господа. Понимаете? Но мы можем пытаться. Ведь сказали нам, обязан еврей каждый день задаваться вопросом. Матай-я-гиу-ма-сай-ли-ма-се-а-вусай. Когда достигнут мои поступки уровня Авраама, Ицаака и Якова? Ответ никогда не достигнут, господа. Так почему же надо? Ответ. Потому что если мы не будем стремиться, понимаете, для чего нужны идеалы? Потому что когда мы стремимся к идеалам, стремимся, не подчиняемся им, то мы достигаем своего максимума. Понимаете, нам не нужен уровень Авраама, Ицаака, они уже все сделали. Теперь я должен сделать свое. И в чем моя проблема, и почему я вспоминал про банк органов, господа? Проблема у меня всего одна – инертность. Понимаете, я чрезвычайно инертное существо. И я очень легко успокаиваюсь. А спокойствие, оно смерти подобно, господа. Понимаете, мой лозунг «И вам дарю» – это когда молодой человек врывается в компанию себе подобных и прямо с порога кричит «Ребята, надо что-то делать, потому что под лежачий камень». Мы всегда успеем. Понимаете, в гости к Богу не бывает опозданий. И если мы просыпаемся утром, так надо чего-то попробовать, как-то подсуетиться. Я же не говорю Авраам, Ицаака и Яаков. Но, господа, стремиться надо, хотеть надо, думать надо. Понимаете, за что нам платят? Это уже конкретный совет. Нам платят за то, что мы не отчаиваемся. Понимаете, то, что вы пришли на мой урок, это, конечно, не подвиг. Но что-то героическое в этом, несомненно, есть. То, что вы же меня не первый раз видите. И вы знаете, что я никаких приятностей особо не говорю. И комплиментами вас не осыпаю. И не говорю, что вы достойные члены общины. Верю. Но этого мало. И понимаете, хороший человек – это не профессия. А то, ради чего мы живем, ради чего получаем родителей, жен, детей, ради чего мы средства. Понимаете, ради вечности. Если мы ее не достигнем, понимаете, нам будет больно об этом вспоминать. Вопросы. Господа, понимаете, в девятом классе ко мне приходят ученики. Спрашивают, как учителя математики. А как бы, говорит, нам научиться решать геометрические задачи. Я перейду на русский язык. Дайте, пожалуйста, алгоритм решения любой геометрической задачи. Ответ – нет алгоритма. Понимаете, что можно и нужно. Нужно решать каждый день эти задачки. И понемножку получать некое ощущение, некую интуицию развивать. Нам платят не за результаты. Вы не поняли главный рецепт. Нам платят за то, что мы встаем. Помните, семь раз падает праведник и встает. Господа, это про нас. Если вам рассказывают, в особенности любят это делать американские евреи, кичащиеся своим происхождением. Простите, господа, какое там происхождение? О чем вы? Господа, в Нью-Йорке все 30-е годы вообще кошерного мяса не было. Потому что департаментом Кашута Нью-Йорка заведовала еврейская мафия. Нет, были евреи, которые резали сами кур и кушали кошерное мясо, чтобы не было. Так что я о чем? И они вам говорят, вы же, говорит, болей чуве. Ну, понимаете, что это значит? Что вас даже не жалко. Что вы из тех, кто сало на губах не обсохло и вот тут пришли в наш иудаизм. Так вот, господа, вы их не слушаете. Понимаете, почему? Потому что мы не болей чува. Сегодня нет болей чува. У нас сил нет, чтобы сделать чуву. Мы все идем дорогой праведников. И что сказано? Семь раз падает праведник и встает. Понимаете, это неправда, что мы не падаем. Но платят нам за то, что мы встаем. Само то, что мы волнуемся о вечности, вот это все, что нужно делать. Нужно понемножку отказываться от наркотиков. И по чуть-чуть отказываться от спокойствия. Что на кладбище, господа, все спокойненько. А пока человек жив, говорят мудрецы, на что ему жаловаться? У нас есть шансы. Понимаете, мы не ангелы. Мы несовершенны. И нам нужно немножко подсуетиться. Еще вопросы? Окей, минут 10 перерыв. И наша вторая тема, это сладкое слово свобода. Мы попробуем с вами, вот уже чуть более конкретно понять, для чего создан человек, что такое свобода. И мы с вами сейчас, где у меня были эти... О, вот таблички вместо таблицы одной мы сейчас разрежем каким-нибудь образом, раздадим вам и займемся разбором, ну, не полетов, естественно, а того, что такое духовная ступенька еврея и как поднимается на духовную ступеньку. То есть мы продолжим, по сути, ту тему, которую мы начали. Сомневаясь, все-таки решил опубликовать теорию эволюции. То от чего были его сомнения? Понимаете, он чувствовал, чем это закончится. Понимаете, он-то вообще-то в Бога верил. Что сделали те, кто шли за ним? Они взяли слово Гегеля «прогресс» и сказали, если я такой весь из себя умный очкарик, значит, когда-то у моих предков был хвост. Я не шучу. Почему? Ну так прогресс, понимаете? Значит, если в эту сторону мы такие все-все, то ежели пойти в обратную сторону, так там... И я хочу вам рассказать, это был 1870 год, и начали кричать «человек просил от обезьяны», а биологии тогда не было, чтобы доказать, что этого не было, да? И тогда Рав, которого его ученики называли «дедушка из Кельма», сказал, что утверждать происхождение человека от обезьяны могут только люди, которые не видели моего учителя. Рава Исраиля Липкина и Саламтея. Я же, говорит, который видел моего учителя, свидетельствую, среди его предков обезьян не было. О чем мы, господа? Понимаете, в раньше и времена люди, так говорит прогресс, были, понятно, примитивские. И эти примитивские люди наивно полагали, что есть четыре стихии, да? Огонь, воздух, вода и земля. Но теперь, вооружившись наукой, мы, наконец, поняли, что есть четыре уровня, четыре формы существования материи. Твердая, жидкая, газ и высокоплазма, высокоионизированная. Понимаете, господа? Вот так дурять народ. Мы же с вами попробуем увидеть совершенно простую вещь. Понимаете, когда мы говорим о свободе, о чем мы говорим? Ну вот, например, как выглядит свобода для камня? Нет, ведь четыре уровня существования, да, в этом мире. Есть неживая природа, представитель камень, растение выше, сейчас объясним, в каком смысле выше, животное еще выше, и на верхотуре человек. И тогда вопрос, господа, что такое свобода для камня? Что нужно камню? Вопрос ясен? Что нужно камню? Уже отвечаю, господа. Если честно, совсем немного. Вот то место, которое камень занимает, вот растений уже значительно больше. Понимаете, вода, солнце, целая ниша экологическая. Ему расти надо, животному еще двигаться. О, теперь, господа, сейчас дойдем и до человека, но теперь самое интересное, господа. Давайте то, что нужно камню, дадим растению. Знаете, что мы получим? Называется каменный цветок. Мы убили растение. Если то, что нужно растению, дать камню... Ну, на первый взгляд, ведь простую вещь сделаем. Посмотрите, какие у нас сейчас результаты получатся. Понимаете, что мы сделаем? Мы убили животное. Если мы ему даем то, что нужно растению, понимаете, то мы его превратили, извините, оно двигаться. А теперь вы начинаете понимать, что если человеку дать свободу животного, то мы получим скотину. Ну, очень просто. Что нужно животному, господа? Ответ – питаться и размножаться. Понимаете, оказывается, свобода слова, свобода совести – это не пустые звуки. Что я хочу сказать? Понимаете, вроде же нехитрая такая вот... Посмотрите, какая еще красота. Мертвое растение падает ниже камня. Оно даже форму не может сохранить. Мертвое животное – это падаль. Она даже пахнет плохо, падаль. Теперь понимаете, почему у нас в Иерусалиме хоронят в тот же день? В лепешку разбиваются. Почему? Нет, есть причина – это город-храм, но я сейчас не об этом. На уровне вот того, о чем мы говорим. Понимаете, труп – это оскорбление имени Всевышнего. По закону, например, нельзя детям видеть мертвую маму, мертвого папу. Почему? Господа, вы что? Ну, как мама может быть мертвой? Вы с ума сошли? Нет, труп есть, но при чем здесь мама? Что, мама – это оболочка, что ли? Да мама – это любовь, вы о чем? Нет, есть оболочка, я же не против. Ну, это же к чему мы подходим. Я сейчас хочу совершенно четко, как говорят математики, конструктивно, вот четко объяснить и дать ответ на следующий вопрос. Вот, господа, Адольф Айхман обладал двумя явными признаками интеллигента. Он был лысый и в очках. Ну, помните, это же Иван Васильевич меняет профессию, говорит, облысели все, интеллигент несчастный. Ну, а ведь человеком он не был, вы понимаете, он был идеалист, человеком он не был. А почему, как это объяснить? Я сейчас хочу взять слово, тоже ключевое слово, четыре значения у этого слова. В переводе с иврита на русский нам нужно четыре слова. Это слово «тшува», оно не появляется в таблице, но есть его переводы. Помните, мы всегда объясняем, очень легко запомнить это слово. Сделавший мужчина, сделавший «тшуву», «тшувак», женщина, совершившая «тшуву», «тшувиха». Очень легко запомнить. «Тшувак», «тшувиха». К чему? К тому, что, господа, вы знаете, с чего начинается человек? И ответ здесь будет «человек», посмотрим, напротив, раскаяние. Вот последняя колонка, посмотрите. Слово «тшува» переводится на русский четырьмя словами. Понимаете, я что хочу инкриминировать господину Айхману? Понимаете, он не был способен на раскаяние. Вы знаете, что делает человека человеком? Что божественно в человеке? Способность меняться, иногда я даже не побоюсь, в лучшую сторону. Повторим. Понимаете, что делает человек? Почему Айхман не был человеком? Почему Гитлер не был человеком? Это были двуногие придатки идей. Они не могли переосмыслить, они не могли поменять. Они в какой-то момент выбрали стать сателлайт некой идеи. Все. О, с этого момента там уже человека нет. Не, оно было интеллигентное существо, Айхман. Говорил на четырех языках, закончил техникум, господа. Чтобы вы не сомневались. Но человека там не было. Почему? Человек должен обладать способностью раскаиваться в собственных поступках и что-то менять, просить прощения. Вы не поверите, даже иногда плакать. Вот у них этого не было. Дальше. Понимаете, что такое еврей и чем ступенька еврея отличается от ступеньки человека? Евреи – это уже активная позиция. Евреи – это уже когда не просто раскаиваешься, а когда конкретно исправляешь себя. Повторим. У неевреев, признающих Тору и Всевышнего, шева, митсвот, бней, ноах. Семь принципов. Чем это отличается от 613? Неколичественно. Семь принципов. Они пассивны. Всевышнего признаем. Мир во всем мире стараемся сохранить, но чтобы внутренней революции этого не требуется. Что требуется от еврея? Что такое еври? Еври – проходящий, переходящий. Ла-авор. Мудрецы так и говорят, этот мир для евреев – коридор. Еще раз повторим. Понимаете, где начинается еврей? Там, где начинается митсвот Торы. До этого потенциальные евреи. У вас может быть мама еврейка, папа еврей, кошка еврей. Помните, у Льва Кассиля там даже кошка была еврей. Ну, это когда Лев Кассиль рассказывает в детстве. Помните, он спрашивал, наша кошка говорит, тоже еврей? Ну, как бы, папа еврей, мама еврейка, кошка. Ну, ему года четыре было, так что. И сейчас начнется самое главное, господа, не пропустите. Мы сможем совершенно четко и конкретно объяснить, что это за ступенька такая. Понимаете, еще раз. Человек и божественное в человеке – это creation. Это способность в себе что-то менять. Не в мире, господа, в себе. Ну, как бы, человек, он и есть весь мир. Маленький мир. Есть большой мир, есть маленький мир. Маленький мир – это человек, большой мир. Только на уровне праведника, сейчас мы будем чуть глубже, появляется слово «ответ». Я вспоминаю знаменитейшего русского раввина Исраиля Мейра Коина из Радуни, Хафетс Хаима. Он сказал, фразу имеет смысл или записать, или запомнить, а потом прокрутить. То есть, без веры нет, прошу прощения, с верой нет вопросов, без нее нет ответов. Что это значит? Понимаете, только на уровне праведника начинаются ответы. А что мне важно? Я теперь способен объяснить вам, кто такой еврей. Еврей – это тот, кто человека внутри себя поставил на службу Всевышнему. Ну, например, еврейский художник. Ну, еврей – ступенька духовная, но он в профессии художник. Что это будет значить? Что рисовать он будет исключительно божественное. Что это значит? Это значит, что о чем бы он не рассказывал в своих полотнах, это всегда будет идея вечности. Понимаете, это может быть, вот как пример, я извиняюсь, что я, ну, меня так ругал, у нас был ученик, он такой действительно очень хороший художник, и он сказал, что концептуальное искусство – это уже умерший вчерашний день. Ну, что я могу сделать? Вот в Ядвашеме есть культура, моя любимая скульптура. Это скульптура Януша Корчика. Там очень сделано красиво. Там детки, мальчики, да, вот такие, как спичечки, спичечки такие, и наверху головки, да, и голова Корчика за мальчиками, и руки. И вы видите только вот начало рук, и он обнимает мальчиков. Теперь, вы понимаете, что это ложь, да? Ну, нельзя, у него было в детском еврейском доме его 153, кажется, мальчика. Ну, не может, ну, понимаете, что хочет сказать художник, но он же это смог. Понимаете, он же пошел с ними в Треблинку, он их не оставил в Треблинку, он не в Освенце. И что я хочу сказать, что здесь искажение пропорций дает истину. К чему я подвожу? К тому, что, понимаете, вот это еврейский художник. Я не знаю, кто это делал, еврей не еврей, но вот это идея еврейского художника. Понимаете, показать художественными средствами. То есть вы берете все творческие свои способности и ставите их, да, на службу Всевышнего. Вот если вы это сделали, вы еврей, ну, в духовном смысле этого слова. Теперь, понимаете, следующая ступенька называется праведник. Помните, я сказал, что они некиейдаат, чистые разумом, что в Иерусалиме. И помните, я объяснил, чем я отличаюсь от праведника. Тем, что, понимаете, голод не тетка. И не дай бог, так вот праведник умрет, но не утратит человеческого облика. Теперь я уже могу объяснить, почему. Праведник – это еврей, который животное в себе подчинил. Понимаете? В нем нельзя разбудить зверя. Никаким способом. То есть, если еврей – это тот, кто подчинил человека в себе божественной идеей, праведник подчинил себе животное. У него инстинкты ничего не могут. Нет, он хочет, как и мы. Но, извините, у него голова во главе. У него желудок ничего голове сказать не может. А теперь совсем красиво, господа. Понимаете, почему не видим ламы-двавникам? Ламы-двавники – 36 абсолютных праведников, которые в каждом поколении. Вот из-за них мир существует. Так почему мы их не видим? Господа, это евреи. Ну, мы же помните, как сказали? Камень, растение, животное. Кто такой еврей? Подчинил себе человека. Кто такой праведник? Подчинил животное в себе. Понимаете, что такое абсолютный праведник? Это тот, кто подчинил себе растительные силы организма. Я не понимаю, как это. То есть, я могу объяснить. Например, это когда йоги, они могут дышать порами кожи. Растительные силы организма, господа. У меня есть всего один пример. Это Леви Ицак из Бердичева. Я не знаю, вы слышали имя этого. Ну, это его называли еще адвокат евреев. Рассказывают просто как визитная карточка. Ну, это конец 18-го столетия. Уже были молодые современные люди. И один из них попался навстречу Леви Ицаку из Бердичева. Он был очень большой и красивый мужчина. Ну, по тем временам. Я не знаю, какой у него был рост. Потому что, господа, я когда был ребенком, я читал «Зверобоя», и там был Гарри Непосед. Он был гигант. У него было почти 6 футов роста. Это мой рост, господа. Почти 180 сантиметров. Он был гигантом. А у меня как-то вот средний и меньший рост. Ну, это был 1800. Ну, в любом случае. Рассказывают, что он идет. Навстречу идет молодой человек. Шаббат курит. Вы такое слышали? И это конец 18-го столетия. Был очень продвинутый, прогрессивный молодой человек. И он ему с намеком говорит «Шаббат, шалом, молодой человек». А молодой человек, не чуть не стесняясь, говорит «Шаббат, шалом, Рэбе». Он говорит «Так молодой человек знает, что сейчас шаббат?» Он говорит «Конечно знаю». «И вы знаете, что в шаббат нельзя курить?» Он говорит «Конечно знаю». И тогда Готаню говорит «Ты слышишь?» Он все знает и не лжет. Он всегда находил что-то положительное, понимаете? Он был защитником евреев, так его называли. Адвокат. Ну, перед Всевышним. Так вот. Лейвийцек из Бердичева. Молодой, лет 20 от роду. Приезжает. По-моему, он приехал. Ну, я не гарантирую имени цадика. Он приехал к Хоземе Люблин, провидцу из Люблина. В пятницу, перед шаббатом, молодой человек приехал к цадику. Молодой человек, никем не узнанный, его еще никто не знает. Это потом он будет заменитый Лейвийцек. А сейчас молодой человек. Знаете, что он делает? И хасиды сразу на них все замечают. Он приехал к двор цадика. Знаете, куда он идет? На кухню. Начинает поднимать крышки, кастрюли. Его хотели побить просто. Ну, вы представляете? Он приехал к двор цадика. Чем занимается? Нюхает еду, предвкушает ам-ням-ням. Слава Богу, не успели. Начался шаббат. Понимаете? А в шаббат произошло вообще... Рэбби посадил его рядом с собой. И просто на него вот... Хасиды просто говорят, Рэбби, ну это же совершенно... Он же говорит... Они говорят, вы не понимаете этого человека. Все, что этот человек делает, он делает ради небес. Господа, вы представляете? Нюхать еду, потому что евреи будут ее есть и ловить с этого кайф. Вы не с себя. Вы здесь вообще... Евреи будут это есть, он это нюхает и с этого ловит кайф. Праведники это не могут. Это уже абсолютные праведники. Это когда растительные силы организма уже подчиняются. А теперь самое интересное, господа, о камень, о молекулы. Так вот, по этому поводу классический одесский анекдот. Вы приезжаете в город Одессу. Ну, в раньше время, сейчас там уже никто не владеет одесским диалектом русского языка. Все ушло. Короче, вы приезжаете, идете на набережную. И видите, странного в тогу одетого мужика, что-то такое держит в руке. И спрашиваете у настоящего одессита, а это кто? И тогда вам рассказывают, что это, говорит, Дюк Ришелье, убежавший от ужасов французской революции. И в 1794 году, решивший открыть город Одессу, пришедший на набережную, встречать гостей. И увидевший, сколько их приехало, он так и прямо окаменел, с тех пор так и стоит на набережной. Теперь, в чем смысл анекдота? Объясняем. Понимаете, если человек соответствует ступеньке еврей, животное – праведник, растение – уровень абсолютного праведника, то камень соответствует только самому Всевышнему. Понимаете, при чем здесь Дюк Ришелье? Камень настолько близок к Всевышнему, он прямо окаменел. И мы завершаем наш урок частицей бозон. Ну, я просто диву даюсь, но евреи даже об этом не слышали. Восемь? Нет, я же не говорю, что все не евреи, не слышали. Я говорю, что есть евреи, которые не слышали. А слышать про это должны все. Да. Частица, как его физикой это вызвали? Хи-хи-хи-хи-хи. Не важно. Важно, что еще 43 года тому назад физики посчитали и обнаружили, вот должно быть. И 8 месяцев назад экспериментально доказали. Существование частицы, чья жизнь по-нашему функция, то есть она существует, квант времени эта частица, и что она делает за это время своего существования? Она переводит энергию, которая вне Вселенной. Это уже не физика. Ну, потому что все, что вне Вселенной, это уже не физика. И вот она берет энергию и переводит ее в пространство и время. Она рожает наш мир. Креативная такая частичка. Ты такое слышишь? Так вот, еще раз повторим то, что мы сказали. Уровень неживой природы, уровень электрона с его принципом Гейзенберга, принципом неопределенности, это соответствует только самому Всевышнему. Понимаете? Это даже не абсолютные праведники. Уровень абсолютного праведника позволяет управлять внутри себя растительными силами. Понимаете? Но камень, он окаменевший, он настолько близок уже к Всевышнему, что он прямо-таки каменный. Давайте посмотрим в таблицу. И первые два столбика я не трогал, время уже позднее. И первый урок оказался неожиданно тяжелым. Я вообще-то планировал его легким, но Остапа несло, и он оказался тяжелым. Некоторые люди так и не выдержали. Хотя это второй урок намного легче. Что делать? По поводу огонь, вода, воздух, земля, это все к первой части таблицы мы ее не учили. Что мы выучили? Человек, животное, растение, камень. Четыре уровня существования в нашем мире. И оказывается, что есть четыре слова, которыми переводится слово тшува. Тшува, тшувиха. Переводится. Самый нижний уровень тшувы. Мы, во-первых, должны понять, что мы были неправы. Но понимаете, поняв, что мы были неправы, мы должны исправить. Понимаете? Это придумал Сергей Мелихан, питерский еврей. Я всегда это вспоминаю по этому поводу. Понимаете, это один из главных вопросов в моей жизни. Это серия вопросов, по которым вы можете обнаружить, джентльмен ли тот, с кем вы имеете дело. Это знаменитый вопрос, в какой руке должен джентльмен держать вилку, если вправо, и он держит котлету. Должен ли джентльмен вставать с колен, если это колено чужой дамы. И самый главный вопрос. Должен ли джентльмен, если он должен. Понимаете? Нет, мы обнаружили, что мы были неправы, взяв деньги. Но обнаружив, что мы были неправы, взяв деньги, это еще никак не значит, что мы их вернем. Понимаете? Так вот, ступенька еврея, это там, где уже мы начинаем возвращать долги. Выше. Понимаете, господа, почему ответ выше, чем исправление? Мы, не дай бог, поступили неподубающим образом. Бывает. Мы запачкались. Хорошо? Мы исправили, мы почистились. Господа, ну если бы мы не запачкались, так и чистить было бы. Понимаете? А где дивиденды? А в чем смысл был? Ну, не просто же так, в этом же мире просто так даже муха не летает. И хорошо, мы ошибались, и мы исправили ошибку. Понимаете, что такое ответ? Почему-то шува это еще ответ. А какой урок мы из этого извлекли? Понимаете? Что-то же мы поняли, чтобы в следующий раз так не пачкаться. И вот это уже дивиденды. Это уже уровень праведника. Это уже вечность. Еще раз. Что такое вечность? Это то, что мы сделали в этом мире сверхобычного. Потому что обычное добро не считается. Нужно сверхобычного. Нужно что-то понять, что-то выстрадать в этом мире. Строго индивидуальное. И вот тогда это уровень праведников. Потому это ответ. И самый высокий уровень, господа. Понимаете, как это идет? Вот божественный свет. И вот частичка бозон, которая превращает божественный свет в нашу Вселенную. Окей. Камень близок, ближе всего к Всевышнему. Слушайте дальше. Что отстоит дальше? Растение. Как растение способно расти? Почему камень, он каменный? Я не просто так рассказывал анекдот про Дюк и Дрешилия. Он слишком близок к Всевышнему. Он не может. Он слишком близко. Растение дальше. И потому оно может расти. Животное еще дальше от Всевышнего. И животное даже бегать может. Ну, не от Всевышнего, но просто бегать. А вот уже человек, господа, что может? Он может сказать, что Бога нет. Вы такое слышали? Человек может сказать, что Бога нет. Понимаете? Можно верить и в отсутствие веры. И потому человек дальше всего от Всевышнего. И начинается поворот. Еврей – это уже поворот от человека к Богу. А против животного – это уже праведник. А против растения – это уже возвращение к Всевышнему. Это уже абсолютный праведник. Окей, господа. Что за вопросы у нас? Посмотрите, как красиво и как просто. Я извиняюсь, что мы не прошли с вами первые три. Но, к сожалению, я слишком много сил своих и ваших потратил на первый урок. Так что на второй осталось уже меньше. Но зато красиво и просто. В сравнении с первым уроком. Вопросы. Насколько понятна концепция тшувы? Во-первых, понять ошибку. Во-вторых, ее исправить. В-третьих, извлечь урок. Дивиденды. Понимаете? И тогда самое высокое возвращение. Да, вопрос. Камень, это самое низшее. Почему оно самое близкое у Бога? Ответим. Бозон, так назвали ее частица, божественная. Понимаете? Даже абсолютные праведники на уровне неживой природы ничего не могут. Это уже Всевышний. Камень, он каменный, он наименее свободен. Свобода растения уже выше. Почему? Чем дальше от Всевышнего, тем больше свободы. И еще выбора. Больше. Нет, выбора еще там нет. Но свобода уже есть. Ну, свобода камня это совсем мало. Свобода растения это уже экологическая ниша. Свобода животного иногда целый континент. Экологическая ниша животного. А человек вообще может сказать, Бога нет. Вы представляете? Это говорят мудрецы, напоминаю вам. Вот все творение, хорошо, хорошо, хорошо. В конце написано, хорошо, очень. Приходят мудрецы, портят настроение. Что говорят? Ангел смерти. Почему хорошо, очень, ангел смерти? Ответ. Так это же the top. Это вершина творения. Что вершина творения? Когда человек говорит, Бога нет. Понимаете, как он... Все творение к чему сводится? К тому, что Всевышний понемножку скрывает божественный свет, свое присутствие. Где творение достигает максимума? Там, где выбор. Выбор какой? Человек может сказать, нету Бога. Все, господа, отменили. Большевики отменили. Вот человек максимально далек. Еврей начинает уже приближаться. Еврей параллелен человеку. Праведник параллелен животному. Только абсолютный праведник уже владеет растительными силами. И камень соответствует только самому Всевышний. Ну, божественному свету. Понимаете? Потому я вспомнил бузон. Бузон – это частица, которая переводит божественную энергию в привычный нам мир. И Всевышний не одноразовый творец, который сотворил и пустил. Понимаете? Он каждый момент вызывает мир к бытию. Ну, чрезвычайно красиво. И получается, если человечество придет к самому наивысшему своему ощущению абсолютно праведных, и на Земле будут все абсолютно и праведные, значит, Вселенная превратится во что? В рай земной? Более того, она станет не нужна в виде уже вот таком. Сокрытие. Сокрытие превратится в раскрытие. Мы начинаем говорить уже о духовном уровне существования. Материя была нужна для того, чтобы дать человеку выбор. Материя, мир нужны, чтобы скрывать Всевышнего. Если мы его начинаем через материю раскрывать, понимаете, и последние станут первыми, то вот эта вот скрывающая функция материи перестает быть нужна. Природа, прислоняясь к твоим плечам, объявит свои детские секреты. То есть цель творения в конечном итоге, чтобы мы соавторы, чтобы мы, несмотря на препоны, раскрыли. То есть, если мы начинаем говорить об абсолютных праведнике, то это возвращение к Богу. Это самый высокий уровень. Я извиняюсь, уже так поздно, господа, и вы немножко спите, но что делать? Почему вы выходите в этот уровень будущего? Я прошу прощения. Будущее человека. Будущее человека – еврей. Будущее еврея – праведник. Будущее праведника – абсолютный праведник. В конечном итоге цель творения – возвращение к Всевышнему. То есть, что такое творение? Еще раз. Хорошо. Я же не против. Абсолютный праведник при этом будет вечность, праведник будет будущее, еврей – настоящее, а человек – прошлое. Окей. Но человек – будущее? Нет. Ну, здесь просто поменять порядок. Ну, господа, ну. Эта колонка соответствует туда, а здесь поменять порядок надо. Человек – это наше счастливое прошлое, еврей – это наше трудное настоящее, праведник – это наше светлое будущее, абсолютное праведник – это уже вечность. Это уже вне времени. Этой таблицей можно играть. Поиграйте ей. Она очень красивая, на самом деле. Здесь же не все записано. Вот, например, то, что мы говорили про мертвое растение ниже камня, этого здесь нет. А что мертвый труп, оскорбление имени Всевышнего, тоже нет здесь. Да. Книжка «Визуализация кабалы» – «Заир Анпин». Значит, четыре урок буквы на имя Всевышнего позволяет нам увидеть схему мироздания. Все начинается с буквы «Юд». Буква «Юд» – полнота. То, что лежит в основе желания Всевышнего творить, поделиться полнотой, дать нам. Это «Юд». «Гей» – это желание взять. Это «Бина» – женское качество, желание взять. Но это все еще наверху. Теория. Буква «Вав» – числовое значение 6. Отсюда 6 неотворения, 6 тысяч лет. «Вав» – это палочка, когда ее рисуют. И она соединяет. Если желание дать и желание получить, они простые, то «Заир Анпин» – «Заир» – это на еврите маленький, а «Анпин» на арамейском лицо, маленькое лицо, уже на что-то похоже. Ведь конечная цель творения, чтобы мы через выбор, выбор связан с третьей буквой «Вав». Отсюда здесь евреи, здесь настоящее. И буква «Вав» – это уже комплексная, составная вещь. Она не простая. Она частично сверху, частично снизу. Она соединяет совершенно верно. В каком случае, каким образом? Простой, обычный человек. Нет, не человек, а уже еврей. Поскольку он еврей, он уже отличается от человека тем, что существует в настоящем и в прошлом. И должен стремиться к вечности. То есть, к абсолютному. К будущему. А как к будущему? Каким образом это все должно выходить? Значит, да. Во-первых, человек – человек. Мы сказали, это тот, кто способен меняться. И потому это наше счастливое прошлое. Вот, понимаете, в 20-летнем возрасте я так не выглядел. Я выглядел как нормальный человек. С другими знаниями, что сейчас он ненормальный. Абсолютно. Никакой нормальный человек вечностью не интересуется. Но быть ненормальным… Вот Эйнштейн был ненормальный физик. Из ряда вон выходящий. Ненормальность, господа, к сожалению, свойство меньшинства. Меньшинство всегда более развито, чем большинство. И в мире ненормальный, что ли? Да, понимаете, и что оказалось? Я-то думал, что я начну соблюдать там митцвод, еврейские эти самые, и будет тебе счастье. И что оказывается? Нет. Что оказывается, что ступенька еврея – это только ступенька к счастью. А счастье – это праведник. На самом деле праведник тоже потом будет только ступенькой. Но, понимаете, во-первых, надо зацепиться за праведник. Понимаете, мир Всевышний построил таким образом, что не бывает достаточно. Девиз нашей программы, он на иврит не переводится. Но, прошу прощения, на русский не переводится с иврита. Поэтому я придумал слова, ну, взял слова Раби Искотска. «Если сегодня, как вчера, зачем завтра?» То есть, вся идея прошлого, она в настоящем, но ради будущего. Евреи – это переходная ступенька, это буква ВАВ. И идея вот этого перехода, переход туда, в вечность. А уже в вечность у нас будут другие проблемы. Проблемы будут всегда, ну, как всегда. То есть, нужно объяснять. Но, в принципе, путь более-менее здесь понятен. Мы идем от человека в себе к животному в себе. И если с человеком я как-то в себе договорился, то с животным у меня пока получается плохо. Ну, то есть, грех жаловаться, да? То есть, ежели, я помню, это было так смешно, я объясню, что такое животное в человеке и где мы можем. Значит, это был 2003 год, и появившийся тогда у нас спонсор купил мне билет на бизнес-класс. Я летел Air, этим самым, Swiss Air, и бизнес-класс. Ну, бизнес-класс, тебе улыбаются, не замечай. Еда была замечательная, кошерная, все. Теперь слушайте дальше. За два часа до прилета в Нью-Йорк начинают разносить такие вкусные, ну, всякие кныши, пиццы, ну, бизнес-класс. Ну, теперь, я смотрю, и ко мне идет с четырьмя полосами, это главный стюард, такой пожилой дядечка. Морда у него кислее не бывает, и я понимаю, что сейчас будет. Он достает что-то такое заплесневелое, вот такого размера, бутерброд. То есть, как? Бизнес-класс, кошерная еда на обед была абсолютно такая же. Это, говорит, все, что у меня для тебя ест. Причем он чуть не плачет. Ну, понимаете, в бизнес-классе он приносит, вокруг такое разносят, ну, не кошерное. А мне, что я говорю себе? Я не больший МТОВ, но я, говорит, ты видишь, Всевышний, я этого ничего не ем, а это ничего условно. То есть, вот это я могу на этом уровне, да? Это не голод, это... То есть, я со своим животным уже что-то делаю. С человеком в себе я уже договорился. Я убедил человека в себе, что оно того стоит работать на Бога. Окей. Теперь у нас проблемы с животным. И они большие проблемы, поверьте мне. Но в идеале, если бы нам удалось справиться с животным, то тогда бы у нас появилась совершенно уникальная возможность получать кайф от дыхания. Ну, вот пример. Что такое абсолютное праведение? Почему стоит, господин, к этому стремиться? Понимаете, чтобы я почувствовал кайф от того, что у меня рука должна болеть. Кайф от дыхания чувствуют только астматики. Вот они задыхаются, и они чувствуют... Понимаете, что чувствовал Левий Цакасбердичево? Он вдыхал воздух и ловил кайф. Не потому, что у него с легкими проблемы. А потому, что он чувствовал, что Бог дает ему воздух. Я это почувствовать не могу. И я не могу почувствовать, что Всевышний дает мне возможность двигать рукой. Я от этого кайф не испытываю. У меня, слава Богу, рука не болит. У меня все в порядке с рукой. Но, понимаете, кайф от того, что я не ем эти кныши и пиццы, я получил. Ну, то есть, вот маленькое животное в себе, у меня с ним уже более-менее. А вот с большим животным? Ну, понемножку. Я же не волшебник, я же только учусь. То есть, другими словами, значит, подавление в себе... Не подавление. Взаимовыгодный договор. Договор. Господа, поймите, у нас нет монашества, чтобы вы не поняли меня неправильно. У меня жена, три сына, три дочки. Я к чему? Понимаете, ну, с животным, вот, вот, с человеком в себе я уже договорился взаимовыгодно. Я стараюсь говорить вообще только Тору, писать только Тору, и ничего более-менее. Моё животное, моё человек во мне никуда. С животным намного тяжелее, господа. Ну, я вам должен рассказывать, вы мне можете рассказывать. Не подавлять, договариваться. Таким образом, животным намного договорились. Это уже тема совершенно другого разговора. Я уже объясняю. Господа, это могли придумать только евреи. Помните выкуп первородства? Да. О, где на базаре продают первородство? В каком ряду? И вот никто же этого вопроса не задает. Как можно купить первородство? Где оно продается? И за что? И мы когда-то с вами учили. Помните, господа, первородство души. Это могли придумать только евреи. Понимаете, достигнув нежного возраста 16-17 лет, что вы обнаруживаете, как и любые другие люди? Что оказывается, не имеется в мире счастья в каком смысле? Что даже вы удовлетворите все свои желания, то есть своего тела. Счастья от этого не будет. И оказывается, есть что-то трудно уловимое, объяснимое и определимое, типа душа, внутренний мир, личность. Называйте как угодно. И как-то нужно гармонично решать эти проблемы. Потому что удовлетворив животное в себе, ты не получаешь счастья. И нужно построить отношения между твоим внутренним миром и внешним телом. Как? Это вам скажут где угодно. Пойдите к буддисту, вам тоже это скажут. Что без этого счастья не будет. Гармония нужна. Господа, ну, чтобы придумать, купить первородство души у тела, понимаете? Телу надо платить. С ним надо договариваться. Взаимовыгодные условия. Бизнес. То есть, открываю интимный секрет. Я по утрам хочу спать. Ну, тело хочет спать. А душе молитва. Ну, и что делать? И понимаете, что оно душе поможет, если тело не встанет? Идите, договоритесь. Понимаете, причем попытки сказать, там, тело дорогое, следующий мир. Он говорит, а я в следующем мире не буду, мне в землю, и мне пофигу. Тебе надо, ты иди. А как душа пойдет на молитву без тела? И надо платить. И у нас был целый урок, чем платим, как платим, оптимизмом платим. Что телу нужно? Телу нужно, на самом деле, что нужно? Здоровье, энергия. Откуда идет здоровье? Спросите у врачей, господа. Здоровье, это же когда у вас позитивные энергии, и у вас иммунная система не дает сбоев. Понимаете? Чаще улыбаться. Только это не гримаса, а настоящая радость. И вот эту настоящую радость, это как раз то, что может давать Тора нашему телу. Всякие кайфы, радости и так далее. И тогда мы покупаем, понимаете, мы покупаем нашего зверя. По чуть-чуть. Это занимает время. То есть, например, я еще 10 лет назад умел радоваться тому, что я не ем ихнюю пиццу и ихни кныш. Радуюсь. Понятно, что радоваться вещам более тяжелым, что я там могу долго, ну, неважно. Понятно, что до... Но понемножку надо своего зверя дрессировать. Причем дрессировать в его пользу. Нет. То есть, ему полезно и мне хорошо. Вот это называется выкуп первородства души. Нам один раз надо с зверем договориться, зацепиться за ступеньку праведника. Вот об этом был первый урок. Хорошо, господа. А посредством молитвы? Звери намного старше нас, 5000 лет живут. Ецерара, он очень древний. Он старше нас. Он был еще до человека. Змей был сделан до человека. Мы же появляемся в самом конце. И с хитростью его нам не справляется. Ну, там целая наука есть на эту тему. Теперь по поводу молитвы. Молитва вообще, говорят, не средство. Молитва – это цель. И что ты хочешь про молитву спросить? Я не понял. Что молитва? Что молитва здесь поможет? Вы говорите, договаривайтесь с телом. Да. Чтобы встать, ну, там молитва. Да. А если я пусть всем молиться заразу, скажем, если молитва, пожалуйста, мне утром встать. Несомненно. Я же не против. Только, понимаешь, по сути, ты договариваешься с телом. Говоришь телу приблизительно следующее. Смотри. Вот встанешь на молитву, целый день будешь как огурчик. Я это по себе знаю. Вот если я утром встал на молитву, помолился в меняне, я целый день как огурчик. Я как тело как огурчик. Вы не поняли. У меня энергии позитивные. А ежели не встал, то хуже. Вот так я с телом договариваюсь. Понятно, что с его помощью. Но договариваться надо все равно. Да, еще вопросы, господа. Вопрос такой, значит, два, два, три. Сколько мне известно? 36 абсолютных праведников. Я просто хотел сказать, насколько мне известно.